Принесли Acer Nitro 5 на платформе GH51M. Ситуация такая. Он не включался. Человек, видимо, наобум поменял 4 мосфета. Сдвоенных мосфета 30-ти вольтовых 85-ти амперных, судя по описанию к ним. Ноутбук стартанул на 10 минут и выключился. Сейчас ситуация такая. 19 вольт в коротком. И более того, эти самые 19 вольт у нас звонятся на видеоядро. Благо, подняли сейчас дроссель по питанию встроенного видеоядра процессора. А ну, надеюсь, эти самые 19 вольт не прилетели у нас на это самое видеоядро. Сейчас будем снимать все мосфеты и посмотрим, какая там ситуация. Из этих мосфетов, которые нам предоставил родные, 4 оказались рабочие. Один у нас оказался пробитый абсолютно по всем своим каналам. Эти 4 рабочие. Сейчас снимем все мосфеты. Особенно по питанию видеоядра. Более того, здесь у нас мосфеты. Мосфеты работают с шимом питания процессора посредством драйверов. 4 драйвера питания ядра процессора и 1 драйвер, соответственно, на питание встроенной видеографики. Про них тот, кто менял мосфеты, видимо, не знал или вообще забыл. Они тоже могли выйти из строя в ходе такого пробоя. Сейчас будем снимать интересующие нас моменты. Наверное, все моменты снимем и будем от этого отталкиваться, смотреть, замерять бутстрап, цепочки. То, что приходит на гейт, какое сопротивление. И уже потом смотреть далее. С помощью нижнего подогрева и термофена сняли мосфет по питанию встроенной графики. И видим, что у нас сопротивление по 19 вольтам нормализовалось. Едем дальше. Ну а так как рисковать мы не привыкли, и перед запайкой нового процессора обязательно снимем все сдвоенные мосфеты и запаяем их обратно на свинецодержащий припой. Потому что если хотя бы один затвор из сдвоенных мосфетов окажется на весу, последствия для процессора могут быть самыми печальными. Что, собственно, и произошло до всего этого. Также немаловажным будет пропаять все элементы с помощью свинецодержащего припоя в радиусе 3-5 см от разъема питания. Ведь эти платформы тем и знамениты, что в результате бессвинцовой пайки и динамики разъема зарядки некоторые элементы просто отваливаются от платы. И в обязательнейшем порядке, все с помощью того же свинецодержащего припоя, следует пропаять даблеры с обратной стороны платы. Запаяем на плату новенький процессор, перекатанный на свинецодержащие шары. После установки нового процессора видим, что плата у нас включилась, инициализировалась, СПД вычитывается, никаких проблем на данном этапе с ней нет. Итак, что же у нас по данному ноутбуку? Здесь отсутствовало питание, и наш клиент, наш заказчик, наш коллега, решил поменять вот эти вот сдвоенные мосфеты. Один медосадил, вследствие того, что ключ открылся самопроизвольно, и 19 вольт у нас пролетели в процессор, вследствие чего он у нас сдох, поэтому мы его заменили. Платформа у нас заработала, все прекрасно работает, все включается. В чем же причина, для многих, наверное, не секрет, какие типовые проблемы у этой платформы. Вот этот разъем, разъем подключения зарядного устройства, он у нас шевелится, и в определенном радиусе вокруг него, вследствие того, что идет динамика, отваливается холодная пайка, и поэтому нужны все дэрмосы, все QFM корпуса, все нужно здесь в округе обязательно пропаивать, потому что затворы мосфетов повисают на весу, соответственно, ключ открывается, и 19 вольт у нас летит в прос, что и произошло. Но здесь еще, плюс ко всему, не допаялись двойные мосфеты, поэтому 19 вольт пролетело напрямую в процессор. Процессор заменен, ноутбук включается, работает, сейчас мы его полностью соберем, будем тестировать. А вам, как всегда, спасибо за внимание, вопросы о приложении все там же в комментариях, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ничего интересного, и до новых скорых встреч, пока!